она не у всех получается не просто ее нужно прочувствовать я слышала интервью у нас сбрасывала видео где девочка 15 лет наверное поет и поет она замечательно но меня совсем совсем как будто я при этом что у нас по-другому должна да конечно там здесь нужно смотреть когда сбрасываю служить здесь нужно интерпретации смотреть розировку я вот почему я в целом другое что как может там поет в этом мюзикле потасканная кошка которая была раньше там вся гламурная модная и вот она потасканная потасканная она вернулась я понимаю что реально потаска жизнь помотала и не только ну потому что знает да мы разбирали когда мастер-класс да да скажи и она не про потасканную кошку она по-другому совсем будет пить тогда и она получается вот это как габриэла габриэла в общем вот это вот кошка она ну как вот это вот помойка кошки живут это можно не знаю какой-то свалка помойка я как-то оккультурить хочу старая древняя кошка ну и просто сразу же как-то на свету не оттасканная виктором и и жизнь помотала жизнь жизнь она уехала за мечтой какой-то погналась вот вот и ничего у нее не получилось а грусть и иллюзии все разбито все дарят уже она приехала разбито и и и эти кошки так сказать не особо то при и приняли приехал приперлась явилась не запылилась в провинцию нашу вернулась и она просит вот этот ну если на русский язык там новый день что-нибудь наступит в общем она просит а о смерти вообще чтобы наступит новый день она уйдет что ну это все закончится весь этот ужас ничего не получилось где и тут она верни она тут уже умоляю думала она вы ее приняли и она же здесь была она там и тачми тата до нее когда затрагиваются она как раз и это вот последняя йод мид на вот это все последнее я видно это вначале да 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 и нет что вот это вот что это последнее от наслажается и вот как только до нее дотрагивается она как свободу до покой то есть она в конце умирает ну вот я честно помню но чисто это вот и я смотрела перевод и я восприняла ему так что она прожила долгую сложную жизнь сначала она вспоминает о том как какая она была красивая как у нее было все хорошо вот то что не получилось я не знала папа тексту ну что смотрел а потом как бы хронология продолжается и она говорит но тем не менее новый день настает ну и то что и тогда было хорошо и сейчас как бы вот такого подтекста я не знала и как мне теперь можно любой подтекса не любой это у вероники так до даже не у меня я тебе поближе черный шкаф опять же можно рамазан сегодня кольцо кольцо там огня какое кольцо что он хочет это кольцо там взять да вот чтобы там победить дракона нету да пожалуйста но отклика никакого нет ты сам даже это смеешься надо потому что не откликается давно потому что надо другое что-то я понимаю типа нужно об образе думать и я думаю минут ну математику никаких кольца никто и ничто вам не поможет в этом мире сами койки с божьей помощью образ и ты захотел когда я хочу быть преподавателем сразу и спел верочка спасибо тебе девочка а шоколад то как у пирочка спасибо бы вот так вот мы потихоньку да да но это настоящий там имбирь корица очень очень не похоже на печенье как будто она не запеченная как десерт там уже нужно открывать это же все из бородинка моста сам который с перцем уже может попробовать можно не ходить ты принадлежь с перцем да он не прям но вы-то не обывали мы-то пробовали что 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 не так с красным перцем или с каким-то будешь я знаю с каким я болгарским но почему это же там же написано не прям острый острый это же с какого-то острова там же написано откуда это не изобразили нет это вера каких-то островов плантации чувствуется перспективно так чуть-чуть гурманы нужно пусть долго я бы 70 раз когда я ты перемешиваешь 70 жевательных вот этих тогда все это превратится в такую вкусную жидкость ну радуйтесь а вот я во Владивостоке была и впервые увидела шоколад с морской солью причем он был молочный ты попробуй чай купить и сразу же не чипается же не поедается я пьяцу и мало перца острую конфету прям вот жгло ну там он не кипячок теплый хорошо сидим вы по поводу так что еще поешь по поводу кошки кошки на это же сюжет он же очень многих и произведениях и стихах и песнях какой романс у нас романс нищие тот же самый сюжет что у кошки то она была великая актриса а потом ходит на угол просит милостыню у осадова актриса стихотворение тот же самый сюжет сначала она что-то она такая юная она взметнуть там бронзовой ракеты туда-сюда краснеть от первого букета бежать через лес она к окну стало подошла услышала звучание капелли чтобы прожить вот так вот две недели она бы все на свете отдала вот вам сюжет здесь полина это твое дело дело будет именно как как ты это подашь будет завтра у нее рассвет или нет я когда видел смотрела видео вот этот такой страдальческое лицо было она 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 лежала на полу и вот так вот лапой тянулась кошкам которые вот но я просто прочитав текст свой смысл видимо туда вложила пожалуйста это же наоборот здорово зачем тебе так как как там просто для меня это была мудрая кошка которая на протяжении своей жизни получил огромный опыт и теперь она им делится и несмотря на то что она опять изгой ее отвергли пускай она встречает новый и она все равно она будет жить дальше ну что она духовно душевно сильно для меня это такая кошка начиска и такая стрелочная будешь пирамую кушку кушать еще намешаем и надо лена мне очень нравится слышала лена пела и и нам уже не учился на чем она такой активно нам habitat такая прям калифовая такая легенькая и такая сложненькая но у меня больше проблем было с произношением и вокализов наверное но хотя у меня скипортугальски Вот, и я, Наталья Викторовна, дала номер Оксане, которая живет в Мортугалии же, в Лиссабоне, вот, и мы с ней созвонились, она мне с радостью помогла прям по-русски переводной. Это та же Оксаночка. Оксаночка помогала Алексе. Да? Да-да-да. Да-да-да. Ну вот, и мы с ней все по-русски написали. Но там, именно в произношении, потому что я читаю, ну, там «Омэ пэй ту перси бэл», а там «Перси бэл», не «Перси бэл», такая «Бэ», там она такая «Бэл», а она даже скорее «Бэл», «Перси бэл», «Перси бэл», она говорит, они там не напрягаются в принципе по жизни, а ты по-русски поешь, многостраданчески «Омэ пэй ту перси бэл», ты можешь даже не проговаривать слова, потому что они там легко ко всему относятся, вот, и к жизни тоже. И вот это самое сложное, наверное, потому что перестроить свой мозг и свою речь, ладно, по-английски мы все привыкли. Он как-то уже… Ну, потому что преподают его на школе, да. Ну, чаще всего, да, используют, ну, и произношение легче. Это тоже немецкое произношение проще, а вот португальское, французское, оно вообще очень далеко от нашего. мне очень нравится вот испанский, я вот что-то ведь забросила, правда. А итальянский не нравится? Да. Испанский, он еще проще итальянского по произношению. Вот, ну, то есть как пишется, вот прям так и читаем. Вот прям, вот как есть. Испанский? Да. Ну, только тоже с «бэс» это есть загвоздка. Слова, вот, например, «Виктория», да, вот, с «вэ» начинается. Все слова, которые на «в» начинаются, они читаются «бэ», «Виктория», то есть, ну, например, да. «Виктория»? Да, «бэ», то есть если «в» стоит, вот эта вот галочка. А зачем так? Не знаю. А если стоит… Да ты не откопалась там, не раскопалась, почему? Тебе не интересно. Нет. Вот написано «вэ», «Виктория». «Виктория». Смотрите. Да. Ну, именно… С именами-то, наверное, «Виктория» будет. Слушайте. Другое слово. Нет. Давай. А если в середине слова стоит «бэ», она читается как «бэ». Зачем так? Шифр. Ну, люди не ищут легких путей. Ну. Слишком просто у них. А в алфавите они правильно произносится. У них… Ну, нет. У них как «бэ» она читается. А это… Ну, кость тонкая. Да, ну, кость такая просто. Ну, тонюсь. А я напомню вам дольше. Страняшка. А ты тоже стерлянка. Да. Ну, я похудела в последнее время. Ты постройнела. Угу. Тоже это слово выкидываете. А сами говорили сегодня. Ну, вот да. Взяла, трякнула. Сразу забрала обратно. Я же привыкаю. Это же, знаете, как тяжело отвыкать от такого вот. Когда все время тут эти слова были в твоем лексиконе. И ты потом… Надо избавляться. Это… ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...